Привет, Бронемир! Мы не видели с тобой ровно год. Расскажи, где ты был, что с тобой за это время произошло? Доброго! Точно ровно год прошел. Последний раз мы виделись с вами в клубе «16 тонн». Я за этот год объездил множество городов, наконец-то доехал до Якутии, до Владивостока, расширил свою гастрольную географию, записал новый альбом, который называется «Жизнь и смерть» с Круджа Макдака. И сегодня мы его будем в клубе «Лес» презентовать. Я стал играть немножко меньше концертов, но в целом это как раз отразилось на их качестве, потому что когда их слишком много, это переставало быть праздником. Я по этому поводу сильно парился. Сегодня я рад оказаться в солнечном городе Москва, в столице нашей Родины, чтобы в лесу сыграть рок-концерт, посвященный выходу альбома «Жизнь и смерть» с Круджа Макдака. Скажи, пожалуйста, прошел целый год, и что ты, может быть, переосмыслил в своем творчестве, вырос, стал мудрее? Ну, не знаю, мне сложно судить о себе, потому что это, наверное, должны судить люди со стороны, тем более о том, насколько человек становится мудрее, умнеет. Переосмысление, я думаю, не происходит уж такого масштабного. Переосмысление, это обычно оно происходит у человека, вот я помню, лет в 12. Я слушал Чижа, я тогда был пацифистом. Потом я в 13 лет услышал Курта Кобейна, я переосмыслил свои взгляды, я стал панком. Потом дальше я услышал Дмитрия Ревякина из Калиного моста, я стал почвенником. И эта скорость переосмысления тогда была бешеной. А вот с годами эта скорость становится гораздо медленней. То есть я сейчас укрепляюсь, наверное, в том, что хочется стать добрее, потому что зло – это больше дело молодых, я уже старый для злых песен. И мне хочется укрепляться именно в этом. Но пока что получается так себе, с переменным успехом. Так что пока что такие изменения происходят, они не сильно масштабные. Добре я становлюсь старею. Ничего хорошего в этом нет, но и ничего плохого тоже. Новый альбом «Жизнь и смерть» с Круджа Макдак, он как-то похож на «Жить на глубине», они как-то связаны? Нет, они абсолютно не связаны, потому что «Жить на глубине» – это была вторая часть трилогии «Песни утопающих», это апокалиптический альбом. И «Жить на глубине» – это был альбом, который отражает историю моих духовных метаний, то есть от богоборчества к богоискательству, от богоискательства к обретению Бога. А «Жизнь и смерть Круджа Макдака» – он не вписывается в эту тематику. Это история отдельно взятого человека. Я люблю альбом «Историю» делать. То есть это история отдельно взятого человека, который был богачом. Богачей у нас никто не любит. А такой образ Круджа Макдака взят из мультика «Утина истории». И вообще в 90-е годы это был такой символ капитализма для самых маленьких. И там, в этом альбоме, я рассказал историю человека, который посвятил свою жизнь зарабатыванию денег. И он не может никак эти деньги забрать на тот свет с собой. История такая банальная, затертая совершенно. Много очень людей там пишут про богатых, все богатых не любят. Но в этом альбоме я постарался никак не оскорблять этого человека. Я постарался его не уничтожить, а просто задать вопрос и себе лично хотя бы. И попытаться на него ответить, как он из ребенка, такого нежного, красивого, превращается в такого хищника капиталистического. Меня эта тема давно интересовала. И над этим альбомом я думал 7 лет. Первая песня была написана в 2010 году для него. Песня «Нули» сегодня тоже прозвучит. Я эту идею рожал 7 лет примерно. То есть постепенно, спокойно. И потом выяснилось, что я готов писать этот альбом. Я его взял и записал. Я старался его не уничтожать, а попытался его понять по-человечески. Потому что я уже рассказываю на концертах такую телегу, что я по России сколько езжу, я там среди бедных людей не очень много хороших людей встретил. Ну, неправильно выразился немножко. Просто не все они хорошие люди, скажем так, те, кто бедные. И не все богатые люди подонки. И часто финансовое положение никак не определяет, хороший человек или плохой. Вообще никак не определяет. «Скруш Макдак» в этом альбоме – это такой персонаж, который зарабатывал всю жизнь деньги и не может их забрать на тот свет. «Восемь песен» – это восемь фрагментов его жизни. Все расположено в ретроспективном порядке. То есть я помню, у Гаспара Нуэ был фильм «Необратимость» с Моникой Белуччи. И там была такая чудовищная трагедия. И там идет показ не от того, а от показа чудовищной трагедии, вот это, что происходило, к тому, как все прекрасно начиналось, какая была прекрасная жизнь. Но трагедия ворвалась в дом. И ты вот сидишь и немножко по-другому это воспринимаешь. Обычно как бы наоборот происходит. Да, сначала все прекрасно, а потом врывается в дом трагедия, и человек не знает, как жить. То же самое со «Скруджем». Я очень долго пытался эту историю сформулировать. И «Восемь песен» – это восемь фрагментов его жизни. И последовательность событий идет от смерти к рождению. То есть, потому что, если бы я сделал наоборот, это был бы очень мрачный альбом. Получился он добрым, говорят. Я очень рад в это верить, но не знаю, насколько добрый. Потому что для меня это все относительно. Относительно моего старого творчества он добрый. Относительно добрых песен он, конечно, злой, чудовищный. Вот как и все, что я делаю. Значит, ты говоришь, что альбомы эти не связаны никак. Но и в том, и в другом так или иначе фигурирует слово «жизнь». Это случайность? Или это все-таки… Нет, я пою про жизнь. Про жизнь такую, какая она есть. Ну, какой я ее вижу и про которую мне петь наиболее знакомо, скажем так. Все про жизнь. И весь материал черпается из жизни. То есть, абсолютно. Поэтому я даже про это не задумывался, что у меня тот альбом точно там «Жить на глубине», а это «Жизнь и смерть кружи Макдака». Это просто про разные жизни немножко. Так что такие пироги. А какой вывод для себя сделают слушатели, когда познакомятся с этим альбомом, когда послушают эти восемь композиций? Не знаю. Каждый по-своему может понять. Меня радует, что мне приходит много положительных откликов. Спасибо за альбом, спасибо за песню «Герань», что вот наконец-то доброе что-то сделал. И меня радует, что есть люди, которые понимают все правильно. Не просто хвалят, а понимают правильно, о чем это. А так понять могут как угодно. Любые песни, вот сейчас мы, допустим, с Андреем Бледным обсуждали творчество Михаила Круга, можно очень по-разному понимать его, эти песни. Или, например, я вот видел концерт группы «Афинаш» недавно по телевидению. И они там говорили, что я не увидел педофильского подтекста в песне «Восьмиклассница» Виктора Цоя, хотя да, тоже можно по-разному все это понимать, когда слушаешь это в детстве, вообще не кажется. А тут с годами смотришь, блин, да правда, педофилия чистой воды. Поэтому как это все поймут и воспримут, ну, все по-разному будут. Это, наверное, лучше у людей спрашивать, чем у меня. Мне бы хотелось, чтобы меня понимали правильно, что я не собирался уничтожать главного героя, что просто хотел показать динамику его жизни и изменений. То есть некая генеральная мысль прослеживается через все композиции. Конечно, конечно. Это одна и та же история, да, это восемь фрагментов жизни одного человека, получается так. Все там подчинено. Ну, одного, и человек такой типичный достаточно, такой скряга, капиталист, который зарабатывает деньги, который очень любит их зарабатывать. Я помню, тогда была мистика «Умер Ротшильд», вот, как только альбом вышел, совершенно без телег, серьезно. Я вот узнал, когда умер Ротшильд, я так офигел. Вот, и как раз вышли «Утина история» сериал, опять его возобновили. Вот, два мистических момента, которые связаны вот с процессом создания этого альбома. Расскажи про обложку альбома. Кто автор иллюстрации и что на ней изображено? Автор иллюстрации, идея была моя. Я ее, эту обложку еще придумал году в 2010-м. Ну, мне хотелось такую огромную жопу нарисовать, которая свисает с неба. Она, условно говоря, это бог мамона, то есть бог сребролюбцев там всех. А с нее сыпятся монетки, а люди целуют эту жопу и собирают монетки, короче. Ну, то есть за поцелуи этой жопы тебе сыпятся монеты. Эта идея мне бредовая возникла как-то году еще в 2010-м или 2011-м. Я написал своему коллеге, товарищу, Луперкаль, есть такой рэпер. Он мне рисовал, кстати, обложку альбома «Жить на глубине». И Луперкаль тогда просто мне очень хорошо нарисовал ту обложку. Я вообще фанат его графики, он очень крутой. И я его попросил, сможешь нарисовать, он говорит, с удовольствием. Вот и Леша Луперкаль все это дело нарисовал. Вот он же «Хорус», он же «Проект Увечья», замечательный хип-хоп-исполнитель. Всем рекомендую. И прекрасный график. Он много кому рисует обложки, кстати. Вот насколько мне известно, ну не только себе и мне, а вот еще Саше Скулу, такому тоже деятелю андеграундной хип-хоп-сцены. Вот, поэтому я очень рад, что он согласился мне ее нарисовать, потому что он очень крутой. И я его попросил как раз, он сразу все понял, что нужно в духе какого-то босха это сделать, условного. И меня очень обрадовало, как он это все воплотил. Спасибо ему. Послушав твои песни, многие люди переосмысливают свою жизнь и что-то в ней по-новому открывают. Нравится ли тебе быть вот таким негласным проповедником? Я радуюсь, когда они открывают что-то хорошее. Я так-то никакой не педагог, не проповедник, я не ставлю себе такой цели изначально. Не питая мессианских амбиций, я такой же простой человек со своими пороками, со своими слабостями, со своей борьбой, прежде всего с самим собой. Меня радует, когда я узнаю что-то хорошее про моих слушателей. Что вот он, допустим, бухал и перестал бухать. Что он, допустим, был таким маргиналом, абрыганом, плохим человеком. И как-то его песни стали саундтреком к изменению его личности в качественно лучшую сторону. Но я всегда там узнаю с большой печалью, когда узнаю, что что-то там не так у моих слушателей. Кто-то там может из окна выброситься, может что-то такое. То есть я, когда отрицательная динамика и человек слушает мои песни, мне, конечно, печально. Я думаю, у каждого так исполнителя происходит. Но мне очень хотелось бы, чтобы люди вдохновлялись на что-то хорошее. Я про это дерьмо пою вокруг, не потому, что я ною, что вот оно есть. Я уже давно не ною по этому поводу. Я пою про то, что вот это наша жизнь, и нужно в ней что-то менять. И не следует от нее отворачиваться, и нужно что-то менять. И каждый имеет право и на любовь, и на уважение, и на перемены. Я когда-то тоже жил неправильно, но и сейчас так же в каких-то моментах. Просто моя задача, задача моя, там, спеть песню, чтобы человеку стало лучше или что-то понятнее. А что это может прям как-то сильно поменять, ну, это не только от меня зависит. Моя роль вообще ничтожно мала, на самом деле. Можно ли тебя назвать голосом совести современного поколения? Нет, про современное поколение точно нет. Потому что современное поколение, это все-таки там другие исполнители нужны. Когда меня там сравнивают с какими-то персонажами уровня Башлачева, мне, конечно, лестно это все слышать, но я на это не претендую. Плюс я далек сейчас от нынешнего поколения. Не то, что я такой старый, а просто я адекватно понимаю, ну, то, что я не являюсь выразителем его настроения. То есть там молодое поколение, оно больше слушает, конечно, Димку Хаски. Вот, а там другие исполнители уже решают. И там другая музыка у них. Я не знаю, насколько я... И на мои концерты, в принципе, ходят очень разные люди, но с молодого поколения, вот именно прям, чтобы юные совсем, ну, не так-то и много. Больше это уже люди, как бы, которым за 20, за 30, а то и за 40. И даже у меня вот были, у меня ходит в Кирове на концерт бабушка, реальная бабушка, я честно говорю, без всяких телег. Бабушка, она приходила концерта на 3, она такая женщина продвинутая, и потом она мне написала там письмо, спасибо за концерт, по вашему совету иду на концерт группы «Бедлоцикл». Я не стал ее отговаривать, но это, походу, страшно. Потому что «Бедлоцикл» — это сайт-проект группы «Афинаш», и они там очень такие страшные песни поют. Ну, для бабушкиного уха, да, страшно. Так что так. Вот, а так вот я не могу сказать за новое поколение, поскольку я не буду вот эту, да, хуйню тоже прогонять, как вот делали там печальное, гляжу на наше поколение, его грядущее или пустое, или темно. Да я помню, каким я сам был, да точно так же. Такой же нигилизм, такой же постмодерн, такое же богоборчество, такое же, блядь, вот эта бешеная уверенность в том, что я круче старших, то есть что я умнее, что я уже все знаю. Поэтому, что сейчас оно какое-то чудовищное, я с этим не согласен. Обычные молодые люди, которые так же вырастут и будут немножко по-другому на все смотреть. Поэтому, взрослые, ну, если они доживут до взрослых лет, то они будут, наверное, такими же, как и мы. Может, и, конечно, дай бог, чтобы были лучше. Ну да, осмысление, оно приходит как-то уже в более зрелом возрасте. Конечно, конечно, да. И там мои песни бывают, они уже для людей, которых потрепало немножко. Вот. И вот нынешние песни так тем более. Это песня для тех, кого уже немного потрепала жизнь, которые прошли там и через нигилизм, через пьянку, через разочарование, через отчаяние. Вот. Я не буду говорить, много пережили. Я не говорю, да хуя пережил. Вот есть люди, которые там в тюрьме сидят десятку лет. Вот он дофига пережил. Или там кто-нибудь на войне, вот он сидит там в окопе. Вот он дофига. Или там просто его под пулями он там сидит, а ему не хотелось. Вот он пережил. А я-то чего так? По своей дурости больше в приключениях всегда живал. На твои концерты очень часто у тебя рвутся струны на гитаре, когда ты исполняешь песни. Не знаю, как с этим бороться пока. Так что... Сейчас стали рваться немножко поменьше. Вот. Это просто... Меня никакие гитары не выдерживают. Я не знаю, почему так происходит. И никакие струны. Вот. Раз не выдерживает гитара, значит, внутри тоже что-то такое происходит, что рвёт изнутри. У меня, да, вот. Борода седая, волосы седые. Я всё это переживаю в реальном режиме. То есть я все эти песни проживаю, поэтому оно так и происходит. Вот. Если бы я этого не делал, играл в полсилы, наверное, я бы выглядел более бодро в момент до концерта и после концерта. Конечно, там бушуют бури, ураганы, когда их пою. Вот. Но я не ставлю с цели себе рвать струны, просто оно так само получается. Давай, в завершении разговора, какое-нибудь обращение к нашим зрителям и к зрителям, которые сегодня увидят концерт? Уважаемые зрители, мне всегда сложно что-то вот так с бухты-барахты вам пожелать. Пожелаю быть добру. Вот. Добро – это высшая сила. С годами все больше это понимаешь. Не буду никакой педагогики вам. Просто пожелаю вам легкой, хорошей жизни, чтобы вы нашли великую жизнь тоже. И чтобы с годами вы становились добрее, позитивнее и благожелательнее к таким же людям, как вы. Всех благ вам. Спасибо, что вы у меня есть. И вам, уважаемые зрители, всего вам хорошего. Если вы услышите когда-нибудь мои песни, не думайте, что я злой. Я злой. Спасибо, что вы. Продолжение следует...